добрый день вечер ночь уважаем подписчики гости канала сегодня я с вами огний дракон а точнее сегодня я грим и сегодня у нас гостях эйс привет здравствуйте расскажи немного про себя свой бэкграунд меня зовут эйс уже длительное время я занимаюсь тем то что активно просвещаю людей а в целом по миру тьмы но делаю я это не очень привычным способом делаю я это посредством своего пабличка называется он вот red в котором можно шутить на мир тьмы и делать это очень грязно мерзко и в духе нижнего интернета но сегодня я здесь для того чтобы помочь слушателям узнать побольше кто же эти такие восточные сородичи и получается что вот впервые вообще люди на самом деле встретили восточных но у вас общая масса людей первую очередь ориентируется по вот этим катаянам по восточным сородичам по игре конечно же bloodlines и они были представлены как отдельная такая сторона конфликта который даже можно выбрать и что в целом можешь сказать насколько они представлены именно правильно с позиции лора позиции лора они представлены достаточно хорошо даже если в гуляя по чайна но зайти в гости к миджао и начать задавать ей вопросы касательно кто есть такие катаян она она дает вполне себе правильные ответы и наличие этих ребят в калифорнии также условлено лором потому что китайцы называют это великий наскок на запад и наскочили они сначала на мексику в мексике им ничего не светило а затем на восточное побережье соединенных штатов америки и если допустим в условном сыска им буквально город на блюдечке преподнесли то вот в лос-анджелесе им приходится бодаться и с комарилией и с анархами и вот давай сейчас наверное начнем со зов вообще чем отличается словно катаяны от какие кайнитов по большей степени всем начнем с того то что прообразом катаянов мире тьмы послужили китайские зомби вампиры называющиеся дзяньши что из себя это представляет это которая если видел в азиатских фильмах в фильмах про вампиров где китайской униформе такой смешной шапочки ходили прыгали на ватинутых ну вот грубо говоря это осовремененное видение вампиров китайских соответственно катаяны как их принято назвать они же гуэдзин гуэдзин гуэрен если совсем говорить или гаки это если их японское название они себя представляют по сути таких же восставших мертвецов они не получают становления они получают так называемое второе они о нем я расскажу чуть попозже они питаются ци это энергия которая пристекает в основе всего и питаются они по-разному у них есть свой показатель их просвещенности так называемая дхарма и исходя из того насколько они по этой дхарме продвигаются они могут менять способ потрясения ци когда будущий катаян только выкапывается из могилы после того как его душа вернулась в тело он чин мэй зомби он поедает ци через плоть когда катаян обретает первую точку дхармы игромеханически а на самом деле у него просто мозги ему вправляют он начинает поглощать из крови когда же он достигнет игромеханически свыше пяти точек дхармы он может поглощать ци через дыхание и так по нарастающей пока он окончательно не просветится и не будет поглощать ци буквально из дуновения ветра солнечного света да об этом тоже попозже не и в целом они на солнце не горят как вампиры как каиниты они гниют у них есть несколько предрасположенностей они могут быть как очень же почти человекоподобными могут зачинать детей вынашивать их и рожать могут быть также и мертвецкие бледными аморфными их невозможно испугать как и у катаянов у них тоже есть внутренний зверь он называется по как противовес их светлой сущности так называемый их личности хуй и в отличие от внутреннего зверя вампиров о имеет свой показатель и отдельный ресурс который можно тратить на самом деле вот я сейчас меч эта мысль такая в голову пришла что у нас две таких не знаю вот людям видимо одно в одно время одинаковые мысли приходят я сразу вспомнил киберпанк 2020 аросакой которая из японии начала захватывать рынок сша и вспомнил катаянов которые тоже пришли в сша и начали там свою экспансию но тут смотри есть небольшая разница все-таки аросак это у нас чисто японцы и захватывают они с японской точки зрения а нападение именно катаянов на восточное побережье сша это в основном китайцы то есть так называемый квинконс квинконс я точно не помню как это называется постоянно говорю по-разному и постоянно неправильно а вот они конкретно ответственны за то что у них появился этот как раз таки заморский модернат который и развернут в сан-франциско а кстати а как вообще катаяны встроены в общую вот эту вот космологию мифологии у мира тьмы потому что вот все линейки они как-то вот если кроссоверить например у них там плюс-минус как-то все сводится как вот в принципе катаяны в эту систему входит это очень хороший вопрос и он дает очень большую почву для спекуляций надо начать исторических что есть такое катаяны раньше никаких катаянов как таковых не было у нас были так называемые благородные герои ван сянь 10 тысяч бессмертных которые могли употреблять и через через потребление пищи особенно и через вытягивали ее из растений из ветра и в итоге их караб начался когда они поняли то что очень большое количество ци можно поглощать из крови этим самым они нарекли навлекли на себя проклятие впоследствии став называться десятью тысячами демонов или десятью тысячами ну они называться ван куэй 10 тысяч призраков 10 тысяч проклятых то есть вот самый роглип по себе куэй он имеет негативное значение и вследствие этого пошла их так сказать деградация они сначала не горели на солнце не гнили они это проклятие получили значительно позже но если взять во внимание именно их происхождение и встраивание их происхождения в космологию мира тьмы то тут все предельно просто есть упоминание то что и беновый дракон и алая королева которая ответственно как раз за запад они являются лохим что есть тела хим это грубо говоря ангелы или падшие демоны которые когда-то в девяносто девятом году сбегут из заточения в бездне собственно говоря это их творение и забегая вперед могу сказать одно они едят ты ты бывает разный инь и ян и это у нас темная ци ян светлая сыпра истекает не только из нашего мира но еще она есть так называемых мирах инь и мирах ян миром и у нас относятся нижняя умбра миром ян средняя умбра соответственно и туда и туда катаяна вполне себе могут путешествовать они могут контактировать и с в рейс за oblivion и сверху of the apocalypse спокойно но в целом если сравнивать допустим по силе вампиры катаяна кто имеет больше преимущества плюс минус примерно равны если вампир например он начинает обретать свои силы когда прожил достаточно чтобы раскачать себе дисциплину чтобы делать больно то катаян он еще перед тем как начать обретать эти силы он им учится он их отталкивает и то есть соответственно и нет десяти лет равен примерно 50-летнему катаяна потому что да но катаяны они еще учатся они прям конкретно учатся боевым искусством искусством убить своей харме множество у них есть способов обучения зависит от хармы которые они выбрали а также от их кланов если это по большей части у нас японии и клан имеется ввиду не то что вот как первословный каинитов а клан это как вот типичный японская вот знаю семейства вашего типа того да это у нас конкретно генджи и бешком он вообще вот у каинитов у них есть вот это их условно глобальная там задача там вот скоро гена все такое будет там патриархами потом дипломатия разборки культов разных кланов а что катаянов что они играют и у них вот эти глобальные противостояния сюжет но тут смотри у них этих целей грубо говори несколько и преследуют они все одновременно самая первая цель это достичь просветления на дхарме который ты идешь возвыситься грубо сказать искупить свой кармический долг это вот буквально сам важное второе это сейчас скажу второе это у нас 6 6 эпоха вспомнил а есть колесо эпох 1 2 3 4 5 эпоха мы живем грубо говоря во время пятой эпохи что есть пятая эпоха это признаменование перед началом шестой эпохи когда настанет катаклизм если в китае они все еще упорно ждут эту шестую эпоху чтобы встретить во все оружие в японии она уже наступила сорок пятом году когда шестая эпоха когда умбро японская превратилась в труху после бомбардировок малышом и толстяком поэтому японские игроки считают то что они уже переступили порог шестой эпохи а также есть более мелкие противостояния дворов друг с другом то есть это у нас кланы японии конфликтуют с семействами кореи эти семейства кореи конфликтуют с великим собранием в китае какая-то там с вами шарау пеннан голлан еще на южной азии это уже мелкие разборки ну и плюс ко всему еще можно отнести сюда противостояние от харм между собой но это уже противостояние что-то в духе гонконгских фильмов где разные представители разных боевых школ и монастырей соревнуются между собой они понимают то что все от хармы это то что дал им сюэ первый катаян который наш начал искать просветление но тем не менее это типичная азиатская помпезность которая буквально заставляет их выставлять все на показ целому показу с показушничеством у катаяна все предельно открыто они очень любят выставлять на показ свою принадлежность к определенной боевой школе к определенному определенной семье так называемый гуанси это как у шабашитов стая только на более глубоком уровне и они еще очень любят делать себе татуировки носить с цветами благими признаменованиями окружать себя этим всем у каждой хармы соответственно есть свое признаменование и свои благие знамения свои любимые цвета и соответственно каиниты разных течений очень любят себя украшать этими нюансами на этом уже ушли от темы но я еще думаю противостояние с каинитами противостояние с каинитами есть в основном по большей степени только у некоторых это не во главе угла стоит да западные варвары прорываются на нашу землю а да мы совершили великий наскок но по большей степени каиниты для них не являются какой-то такой глобальной угрозой они считают себя сильнее чем каиниты и они способны поставить за свою землю а вот это вот превращение в ктулхи всяких монстров с этим тоже интересно тут есть два варианта мы сейчас говорим конкретно аминжао когда стей надо драться она могла превратить двумя способами либо она использовала синтай плоти на полную это и таки аналог изменчивости а либо она просто могла принять форму своего по своего демона то есть получается у нас мин ой таяны больше связаны именно с демонами демон я имею ввиду не как элохим а как азиатский демон то есть это может быть они или тот самый р.н. китайский это именно азиатская нечисть она никакого отношения к сатанизму и западноевропейскому оккультизму не имеет демонами их так просто перевели и так повелось в событиях это у них внутренний демон он их по соответственно есть каиниты прошу пардон катаяны которые развивают так называемый синдай демона и благодаря этому они могут принимать облик как раз таки своего внутреннего демона самый ближайший тому аналог если ты смотрел блич это что-то вроде пустого который сидел внутри чек это прям совсем вульгарно если объяснять кто смотрел а дум поймут ну да ну я думаю сейчас можно поговорить про вообще в принципе за кого можно играть когда ты например тебя интересуют катаяны ты такой блин а за кого я могу поиграть там как ему не идет разделение на кланы в первую очередь не совсем кланы это так называемые дхармы у катаянов нет деления по их происхождению они так или иначе прошли один и тот же цикл очень согрешивший человек попадает после смерти в десять тысяч адов или так называемый мир и йоми которых цари и местные вертухаи всячески устраивают им пытками а потом частичка этой души конкретно это по на я сущность в то время пока хуй не отдыхает в теле по страдает по либо по наводке три яма либо по их неусмотрению либо целенаправленно они сбегают из этих миров йоми и возвращаются в свое тело именно в этот момент наступает второе дыхание как правило она сопровождается тем то что захороненный человек начинает выкапывать себя из могилы сожженный кремированный может просто появиться в урне про соберется сам с собой и вот он зомби стоит такой посреди гостиной среди осколков урнов которые он только что хранился если прах развеять то там тоже ситуация в крайнем случае если доступ к своему сильно ограничен можно занять чужое такие конфликты тоже бывали поначалу когда такая зомби вылезает появляется у нее нет мозгов все что она хочет это жрать жрать плоть соответственно от укусов таких зомби ты сам зомби не станешь потому что она тебя просто тупо доест они очень голодные и вот в такие моменты обязательно ну в большинстве случаев если это в азии произошло тебя находят катаяна они тебя отлавливают увозят к себе и начинают методично вправлять мозги каждый вправляет мозги по своему и после того как мозги у тебя вправились тебе объясняют кто ты что ты и тут два варианта либо тебе великодушно позволит выбрать тхарму присоединиться к ней начать ее учить либо тебе просто ее навяжут если там будет мнение большинства соответственно возьмем условного ченя чень вел достаточно антисоциальный образ жизни он был членом мафии к-13 гонконге и вот в одной из их боевых пытчик он получает смертельное ранение его низменная сущность по отделилась во время смерти попала в мир йоми там душа подвергалась всяческим страданиям это был самый настоящий ад во всех смыслах пытками с котлами с горящим маслом травли собаками и вот как-то раз ченю удалось вырваться наружу он сбегает из этого ада и оказывается своем теле это можно сказать самый типичный согрешивший человек которому дается второй шанс чтобы он кармически исправил свой долг зачастую такие боевитые ребята очень активно присоединяются к тхарме рык тигра дьявола это ребята которые очень любят жестокость во всех смыслах проявление беспричинной жестокости насилие убийство сбои жестокость ради жестокости по большей степени их боятся свои же потому что ребята они весьма отбиты и вот как раз таки среди таких ченю будет достаточно комфортно его опыт прошлого ему поможет и вроде бы ты спросишь меня чем они отличаются от каких-нибудь я не знаю аккума это аналог я даже не знаю с чем аналоги произвести но это короче порченные катаяны тем то что они продолжают искать просветление по завет мудрость в конце концов их к жестокость это один из способов найти это просветление и они ему следуют собственно говоря я сейчас упомянул одну из первых тхарм всего их на старте доступны пять рык тигра дьявола о котором я уже сказал путь блистательного журавля песня тени путь тысячи шепотов и танец бьющегося дракона все эти тхармы по большей степени отличаются между собой их основной добродетелью игромеханически когда ты создаешь себе катаяна ты выбираешь себе добродетель основную основанную на твоей дхарме у рыка тигра дьявола твой добродетель это по следовательно ты имеешь в черте по больше точек путь блистательного журавля это те кто буквально дословно и добуквенно следуют законам и традициям этакие судьи которые не терпят никоим образом нарушение законов собственно говоря минжао было из пути блистательного журавля песня тени это мои любимчики можно сказать они идут добродетели им добродетелем им это темные ци которая делает катаяна ушедшего в дисбаланс в темную ци мертвецкий блед холодным выглядящим как зомби или как я не знаю год как и быть если в китае вообще год и есть они очень любят проводить время в одиночестве либо с призраками либо они проводят различные обряды но они устраивают поминки с общим в общем их стезя конкретно это смерть а еще благодаря близости к и они тратят ци на пробуждение не каждую ночь а 1 5 дней если мне память не изменяет в комментариях меня поправит я надеюсь следующее идет это путь тысячи шопотов или как их еще называют сороконожки это такие ребята которые не цепляются за одну личность они каждые сто лет буквально меняют свою натуру они буквально ищут просветление то что они должны спустить тысячу шопотов следовательно это либо и катаян которая засыпает после чего просыпается уже новой личностью либо это катаян который просто покидает свое тело при помощи отдельной дисциплины и занимает чужое трупов вокруг полно танец бьющегося дракона это пожалуй самая популярная среди моих игроков дхарма потому что она буквально заставляет людей а минут я не сказала пути тысячи шопотов у них баланс они делают акцент именно на балансе достаточно сложно это делать танец бьющегося дракона это очень популярная дисциплина среди всех моих игроков по причине того ты там ну давайте говорить просто можно трахаться как на это как правило все слетаются как мотыльки на лампы они избрали своей добродетелью ян светлую энергию вследствие чего большая часть бьющихся драконов они теплые они могут есть еду они могут пить алкогольные напитки они могут подхватывать болезни в том числе и передающиеся половым путем и они могут давать рождение детям такие люди называются дампирами про них как-нибудь отдельно но больше всех танцы бьющегося дракона забавно то то что они какое-то время могут находиться под солнышком буквально энергия ян позволяет им это это есть игромеханическое обыставание кто-то со мной может вступить в спор в комментариях и на это только приветствую но это вот одна из их основных фишек ну и плюс ко всему они достаточно буйные они помешаны на энергии жизни они гедонисты они очень любят ну вот а дракс правильно про них сказал то что никогда не приходи на вечеринку бьющимся дракона потому что тебя трахнут и сожрут либо и сожрут и трахнут а еще одновременно и при этом танцуем вот это вот прям вот идеально их описывает то есть это все пути из того что надо знать игрокам на старте да есть еще еретические хармы это у нас буря внутреннего фокуса дух живой земли лиг богов и пламя возрождающегося феникса но скажем сразу про них инфы достаточно мало у них нет своих харма буков поэтому даже я как мастер я всегда люблю пропускать конечно я могу кому-то пойти навстречу сделать кроссовер и пустить в катерию анархов кого-нибудь из пламени возрождающегося феникса но это бывает редко и то только когда я настроен вести кроссовер а вот здесь какие-то вот просто у многих линеек есть какие-то свои вот словно местные мудаки злодеи которые выделяются на фоне обычных представителей линейки например те же шабаш там танцоры черной спирали там есть акумы их называют акумами это те катаяны которые свою задницу и души продали царям яма а цари ямы это прям ультимативное зло это как вирм для оборотней как патриархи для шабашитов то есть это незримое далекое зло которое несет реальную угрозу но эту угрозу она может оказывать только через акум акумы можно играть просто взяв на это недостаток на 7 точек то есть он дает свои преимущества но вместе с этим по большей степени это у нас прям вот их их выслеживают как инферналистов их убивают потому что они несут порчу и они являются проводниками царя яма яма можно завладеть умами других катаянов и соответственно чем больше армия царя яма тем больше аду он может устроить наверху ты лурени вследствие чего такие ребята они крайне нерукопожатны даже больше нерукопожатны чем еретики это 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 мягко сказано что нерукопожатны а вот такой вопрос вот у нас есть как говорить ну просто я пришел в мир тьмы с линейки оборотней для меня космологии оборотней все таки как-то не знаю ну наибольшее она как наиболее обширная получается вот уже то что умбра там показано как вот а вот где находится вообще 1000 преисподней под нижней умбры это если быть точнее под царством нефрита то есть это получается ниже призраков да это ниже призрака точнее как это суба план призраков это вот буквально цинь шихванди когда начали люди просить от когда в королевство нефрита поперлись буддисты которые пришли в ад цинь шихванди им этот ад устроил и соответственно создал эти самые 10 тысяч адов опять же версии могут раздеться меня в комментариях поправить если я что где-то соврал просто тут вообще принципе для новичков да и тех кто уже просто и например с одной линейки больше знаком интересно будет узнать в принципе как космология мир тьмы работает именно потому что восточная линейка точнее даже нет это все равно это же линейка считается да да что она как-то этот но при этом она не имеет сколько книг я заметил что она имеет книги именно у нее книга правил книгу по адам побольше к рассказчика поможете к игрока и тхарма буки нормально хватает да то есть лора можно присовокупиться плюс еще по есть книга по world of darkness называется что-то с шелковым путем связанные не помню точно как она называется но там именно описан азиатский мир в эпоху темных веков и это книга это книга очень интересно на самом деле я даже какое-то время хотел вести боевичок уся пока таян в эпоху тан но к сожалению пока что игрочки мои еще не собрались на это но а так если еще космологию брать ты упомянула оборотней эта линейка будет тебе ближе всего потому что когда катаяны объединяются в семью у она так и называется у объединяются связью так называемый гуанси она если переводить на человеческий язык это валдоре шабашинский и они привязывают к себе духохранителя нуши этот нуши равно оборотневский тотем он покупается точно так же по вкладыванию в дополнение нуши персонажами и он дает точно так же у него есть и обязательства и баны можно взять как тотем оборотневский так и придумать свой что это какой-то предок соответственно правила один в один такие же как его бортий ну есть конечно это расхождение но общая канва такая же и и соответственно катаяна они к миру духа духов гораздо ближе они могут путешествовать в умбру грубо говоря не просто делать шаг в сторону им нужен реплейсер так называемый они для реплейсера и используют нефрит они оставляют на своем месте в материальном мире нефрит и только вы после этого они протаскиваются в умбру они могут ходить и в пенуумбру и в братневскую умбру это мир и и и в нижнюю умбру это мир и ян интерес то есть получается катаяны такие то есть могут по сути в чужей линейке забираться запросто да и если брать еще например их взаимоотношения с собрать ними если когда-нибудь когда тебе расскажет про них а он расскажет я надеюсь они называются хенги йокай это оборотни востока и в отличие от гору которые смотрят на всех фера как на мишень удобные дворы зверей они же дворы изумрудной матери предпочитают объединяться и так совпало то что с катаянами они предпочитают активно не враждовать тычки есть боестолкновение есть активной вражды нет они могут заключать перемирие заключать союзы однако за драконь и гнезда они же каерны они же места сил они ведут бои если не достигнут паритета если паритет достигнут у них есть послы а вот ну вот поговорили про пути то есть вот каждый игрок выбирает по путям все такое харм а вот в чем разница между условно китайцами и японцами в этом плане в менталитете по большей степени японцы они очень трудолюбивые они поставили цели тут до конца китайцы да не вы сочтут меня расистом они жадные и если сравнивать так какой-нибудь китаец условный в бою посчитает то что будет лучше отступить собраться силами перегруппироваться перегруппироваться нанести удар какой-нибудь японец пойдет до конца и если он бою проиграл он лучше себе брюхов спорит но катаянские гайки они обычно просто выходит на солнце у них этой этакий сорт сепуку его принято называть еще характере но сепуку и соответственно вместо того чтобы пороть брюхо которое потом зарастет они просто сжигают себя это насильно у китайцев же это не практикуется по степени есть еще корейцы но там совсем отдельная история про них не так уж много написано просто скажу так они ненавидят всех ну да ну вот именно если брать например японцы которая с китай на плюс минус но сдружились просто еще пенангалан подошли к этому союзу корейцы они вообще не в какой не хотят с ними дружить у них там своя канва у них своя история и поэтому они живут по ней катаяны они как-нибудь то есть у нас например просто катаяны находятся достаточно близко к россии на самом деле да если вот какая-то связь или какие-то особенности например связанные с россией допустим на дальнем востоке нигде это не прописано но уверен если бы книга гнев над ярость над россией вышла позже чем книга по катаянам уверен это бы указали пока все что известно это то что на берегу волги было второе пришествие второе дыхание не пришествие второе дыхание и соответственно ну да то есть для зрителей на споре а второе дыхание я уже говорил что это такое это процесс воскрешения катаяна обычно оно происходит это в срединном царстве базе потому что в азии есть поток душ нисходящий такого потока душ нет нигде поэтому когда совершили второй наскок катаянам пришлось обращаться к одному из семей с джованни к дэла пасалья для того чтобы они смогли чуть-чуть надломить поток душ и направить азиатские души в лос-анджелес и в санну в калифорнию чтобы там тоже происходили второе дыхание а в россии вполне вероятно нарративно мастер может обусловиться так из ближнего востока скорее всего в твоем роду были китайцы а у этого китайцев роду были кто-то из ван сянь ты согрешил ты можешь воскреснуть как катаян и на тебя будут конечно косо смотреть потому что азиаты достаточно не любят так называемых лауай либо гайдзин если совсем распространенно говорить вот но такой катаян вполне себе может быть но опять же главное условие это чтобы в роду этого человека были ван сянь то есть если обычный азиат у которого в роду не было ван сянь умрет он попадет в царство нефрита обычный мир мертвых не жди умру а вот если умрет человек которого в роду были ван сянь и при этом всем был кармический долг он попадает в мир йоми а вот ну и соответственно если ты можешь обратить внимание если играть в призраков в из-за oblivion по азии а у тебя там есть в чарнике пунь и по грубо говоря по выступает тенью то есть в мире призраков это по это тени а у катаянов по это грубо говоря их внутренний демон вопрос вот например вот играете вы допустим вампир там написано что вот такие то вы вас есть какие-то противники то есть либо другие вампиры либо представители других линеек а в целом катаяны и вот эта вся восточная живность она с кем вас на кому в основном противостоит именно у себя на родине кому обычно и каких противников уставляют другие таяны каиниты хингиокай это самые активные самые популярные акумы еще в целом это весь вся суть можно даже как-то где-то притянуть за уши и устроить игру в по охоте на сянь но это уже надо конкретно хорошо знать линейку азиатских подменышей потому что в книге именно помощники рассказчика где враги описаны там ничего про них нет а вот ну допустим ну такой не знаю такой специфический вопрос насколько вот линейка прописана условно на фоне других слабо слабо она я больше скажу и к этому мнению прихожу не я еще и игроки мои и даже ведущего тебя подменышей антон сычев даже он соглашается на то что катая нам нужна 20 версия они в каких-то моментах срабатывает там много коллизий настолько много то что даже в помощники игрока есть эрата которая грубо говоря если же как им часто говорю грубо говоря которая позволяет исправить некоторые нюансы и сопоставить их с ревайсдом вампайр замаскарейт ну и конкретно по лору хотелось бы больше художки практически нет из художки можно взять разве что комикс про изабель джованни которая путешествовала как раз к катаянам там довольно неплохая история есть еще встроенные комиксы в тхарма буки неплохие вполне себе читабельные художественные зарисовки в тхарма буках в корнике в помощниках рассказчика помог в помощниках игрока тоже хорошие но да именно детального погружения довольно сложно большую часть приходится додумывать самому а еще я забыл упомянуть что его есть книга сан-франциско by night она посвящена катая нам это компейн да да или как там хроники вроде называются блед вот ты меня конечно сейчас поставил не 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 могу сказать что называется хроники но это именно что компейн да то есть это описание города и мини-сюжет завязано на нем вот сейчас открыл настольные ролевки по-русски там что можно приобрести условно по востоку у нас ну сородичи востока это как помню вам это оборотневская линейка восточная сородичи востока это вампирская линейка а вампирская линейка да а хингиака перевертыш востока это уже братьевская понял так и тысяча преисподней можешь ну вот например человек такой посмотри послушал наш подкастку блин а что вот за книга так и тысяча преисподней 10 10 10 тысяч преисподней эта книга которая подробно описывает самые популярные адды в которой может попасть катаян точнее не катаян на умерший человек его по туда попадает и там описывается и царь яма который ими рулит и как там все выглядит это большей части хороший supply для того чтобы ты написал качественную квенту в которой ты бы отразил почему твой персонаж стал именно таким это как книга умбры для обратней только для катаянов как раз таки про их собственный ад и следующий вопрос тогда как раз исходящее из этого вот оборотней есть вот эти вот умбральные номер и там кита ну места короче где куда можно прийти и где буквально ты получаешь какой-то уникальный геймплей например кибер городку или там мир где это фея напряжу вот это много вот а вот могут ли катаяны играть не своем мире допустим с преисподнях вполне но это будет проблемно они не умеют поглощать ты из иных источников кроме как крови по крайней мере игровые катаяны которыми принято играть соответственно если ты какой-нибудь будет мандарин на 7 8 дхарме он может там прийти и шороху навести просто ладошкой поглощая все ци вокруг но если это обычный игровой катаян который там а первая вторая дхарма он туда пойдет посмотрит каждый а после этого развернется и пойдет в мир яви там где кушать есть все упирается в банально жрачку если ты конечно в каком-нибудь диджитал вебе если ты до туда вообще дойдешь если ты там вообще найдешь какого-нибудь адепта виртуальности можно скушать его при условии что этот адепт виртуальности попал туда физической оболочки это не он корреспонденцам отправил свою проекцию то же самое касается и других миров если ты в убре нашел какого-нибудь гору если вы со своей у смогли его забороть приятного аппетита это очень вкусная насыщенная янцы туша но по большей степени жрать в умбре нечего и опасно понятно вот единственное кому хорошо это как раз таки костяным цветам они же песни тени они благодаря тому то что напитаны энергиями и могут не так часто жрать они не так сильно голодны в отличие от остальных просто я помню вот сейчас скорее всего кто знает может меня править потому что это было давно я уже не помню мы писали придет на улице безумно писали подкаст про оборотней пауков на нас вот там было упоминали про восточных ума сородичей до которые буквально живут в умбре по сути имели минусы совсем сородича не не оборотня именно вампиры нет внец там вампиры бы там эти были оборотни оборот а ну само собой это пауки кума они вермануты они живут в умбре соответственно ну и да это вполне в их духе они могут это себе позволить в конце концов им не нужно жрать все отцы а феи вообще есть восточные да антон рассказ был про них они называются сянь если ты смотрел сейчас как бы тебе объяснить ты помнишь в что такое так сейчас перефразируем мультфильм хаяо миядзаки унесенные призраками знаешь вот грубо говоря все призраки которые были в этой купальне это сянь только эти призраки которые там они живут в телах людей и гораздо меньше чем они показывают мультики это конкретно у нас элементарии и полу животные много профей я тебе не расскажу к сожалению я про них не читал но знаю то что у них все завязано на элементальной алхимии азиатской это пять элементов это дерево железо вода огонь земля земля же по моему да могу ошибаться и они являются очень аппетитным лакомым кусочком для мародеров это маги и для катаянов потому что они очень вкусные они переполнены энергиями отцы а вот такой специфический вопрос на самом деле ну мы все знаем что вот у нас но человеку западной культуры так это пиздец на улице происходит так человеку западной культуры на самом деле многие тради или традиции и в целом культура какие-то может особенность менталитета восточных азиатов азиатов кажутся ну специфическими из этого когда обычно ты изучаешь даже смотришь аниме допустим какой-нибудь или там мангу смотришь там обычно и замечаешь что иногда делают то чтобы европейцы например вообще там никогда бы табу условно и вот вопрос насколько пиздецовая восточная линейка в плане трэша и вот всего кровь кишки распридорасила их тонической адской издичек ты хочешь спросить меня насколько анимешная это линейка да но судя судя по охотникам очень вопрос крайне корректный и конечно же я на него отвечу это очень анимешная линейка на самом деле и по большей степени для источника вдохновения советует смотреть аниме либо боевички которые сняты в гонконге то есть это у нас всякие фирмы где делая кунг-фу приемы люди летают ходят по бамбуку ту же степь и да эта линейка она буквально создана под впечатлением от аниме и от боевиков китайских и знаешь фильм большой перер переполох в маленьком китае не знаю первоассоциации вполне можно в ту же линейку вписать можно использовать этот фильм для вдохновения я вот например когда делал игру по эпохе тан я вдохновлялся крадущимся тигром затаившимся дракон замечательный фильм на самом деле рекомендую просмотру если вы решите играть по темно вековым китаянам много много достаточно много азиатских фильмов достаточно годных именно да можно есть куда посмотреть есть на что обратить внимание есть один нюанс который я хотел упомянуть в ролике о драксе часто говорилось о том то что китайцы недовольны то что их культуру показали неправильно эта линейка провалилась в продаже хоть и целилась туда а у меня немножко иное видение на этот вопрос в первую очередь китайцы сами выставляют свою культуру таким образом что это это выглядит это не скучное философствование а это прям вот крутые приемы кунг-фу зрелищность эпичность в то же время почему-то европейцы не возникают когда какой-нибудь японский мангака при написании синего экзорциста делает так то что люцифер и самаель это две разные личности типа это азиатское видение нашей европейской культуры почему-то мы на это не обижаемся хотя вроде как диаметрально должны но нет поэтому у меня такое видение то что катаяны это не какое-то серьезное произведение которое должно поднимать остро социальные темы жизни в азии а это боевик азиатский крутой про вампиров конечно что там есть драма место для драмы там очень полно это та же тема смерти даже тема взаимодействия со своими близкими которые горюют по тебе ты живой ты видишь их но тебе твой двор запрещает с ними взаимодействовать множество другой драмы может быть ездить развернуться есть те кто если есть люди которые любят стекло и хотят стекла по азиатски им там тоже место будет но я как мастера в первую очередь вижу эту линейку как драйвовый крутой боевик многие скажут что сейчас многие скажут что боевка в мире тьмы настолько плохая до боевка в мире тьмы особенно в азиатском мире тьмы настолько плохая то что для параметры бравл и драка и маршал арс они же боевые искусства это две разных вещи и боевые искусства прокачиваются по опыту на один больше чем обычная драка и да то есть у нас боевые искусства идут не в таланты а в скиллы навыки в целом вот как я понял ты продвигаешь на линейку да ну продвигаю громко сказано я продвигаю больше свой паблика линейку эту я просто очень люблю и я игрокам которые хотят в нее поиграть даю такую возможность сожалению мастеров которые действительно готовы с любовью отнестись к вождению восточных сородичей крайне мало мало кто хочет лезть в эту линейку еще меньше кто хочет читать корни потому что много буков не хочу буков и читать ну и погружаться в азию конечно мало кто хочет я например какое-то время увлекался китайской культурой и я очень оставательно подошел к ее изучению и мне это действительно понравилось японии я буду откровенен я все свое школьное время был глупым вябушником и при японии я знаю тоже достаточно много поэтому мне водить игры в азиатском сеттинге достаточно просто ну я тут как бы ну я на самом деле обожаю китайскую мифологию и вообще в принципе китай как таковой в последнее время даже много фильмов стал смотреть а кстати о китайской мифологии ты же помнишь миф про семь солнц да я не помню как зовут того лучника который сбил эти семь солнц но ведь именно этот самый лучник и проклял ван куэй на то что они на солнце на солнечном свету будут гнить даже так поэтому да тут место китайским мифом тоже находится а вот у данной линейки как обычно это классический вопрос когда мы говорим вводной части каждой линейки у данной лейки есть к свой апокалипсис да это пришествие миров йоми на землю один из вариантов сценария достаточно забавный когда один очень наглый тремер из гонконгской капеллы по имени оливер трейс про если говорить коротко он продал задницу царям ямы в обмен на то что они обучили его особому ритуалу проведя в действие который все и катаяны в городе начинали гнить и они ничего с этим не могли поделать и и когда оливер трейс путешествие по азии прикончил почти все практически всех катаяну а он еще этому ритуалу обучил треймеров остальных он грубо говоря превратил весь клан треймер в слуг царей йоми и цари йоми вырвались наружу есть варианты где цари йоми просто так вырываются наружу такое тоже есть есть вариант где охотники начинают истреблять всех train train это в целом что-то сверхъестественное в азиатском мире тьмы а есть вариант где все сверхъестественное вместе с шень объединяется против царя йомы но главная угроза это именно царь йома вот как рицы опять мерзкие треймеры стали чьими-то марионетками ну уж извините у нас в клане это что-то вроде национального спорта в платье я сейчас как цемист как кознаешь ну в принципе что вообще можно сказать по линейке то есть для кого она в первую очередь то есть там для фанатов аниме для фанатов в целом восточной культуры для фанатов не знаю драйвового экшен или для тех кто например не знаю хочет какой-то в трэш адский играть там типа в хентай игру для всего вышеперечисленного и одновременно не для чего из этого место найдет каждый там если хочешь аналог винт англ пожалуйста катаяны могут себе позволить в это поиграть хочешь какую-нибудь драму например про что-то в духе олд боя можно кто-то про мафию пожалуйста что-то прям трешковое драйвовое такое тоже можно сделать в конце концов азиатская культура она может более себе через свой специфический юмор реализовать некоторые идеи которые у нас кажутся ну действительно трешовыми то есть мы это воспринимаем посмотри на их тв-шо в конце концов если мы считаем что-то трешовым для них это смешно для них это забавно место обычно когда меня спрашивают в чем ты наиболее видишь разницу между условно европейцами и азиатами если говорю в гуманизме потому что в азиат в гуманизме видимо из-за количества населения но это можно сказать про китай разве что да просто недавно приведу пример просто я когда на историю одно видел но в китае правда или неправда я сейчас больше как пересказываю есть закон то есть избил человека на машине да ты против платишь этот налог не у да если ты его делаешь инвалидом ты ему всю жизнь платишь да следовательно что выберет водила ну скорее добьет лежать но вот смотри еще нюанс заключается в том то что да во первых если брать во внимание китай у них во первых у всех азиатов у них газный менталитет давай опираться на это в первую очередь китайцы они жестокие не потому что у них их много как все думают что нас много мы можем умирать как муравьи не жалко нет они такие же люди у них такие же эмоции такие же переживания они тоже боятся своих родных и близких у них есть отцовская родительская материнская любовь какая-никакая но с другой стороны у них есть их традиции которые они очень рьяно чтут традиции у них если мы считаем то что если ты любишь деньги то ты меркантильные вообще фу-фу-фу то у них любить деньги это буквально национальная идея пожрать и деньги а жра жрут они очень много я же японцы японцы они к внутреннему миру человека достаточно холодные они считают что все должно быть как у всех ты такой же как и все если у девочки вот волосы какого-то отдельного цвета красить в черный у всех должны быть черные волосы именно поэтому японцы они боятся выделяться они как и все сидят до последнего на работе потому что боятся выделяться они довольно редко когда могут возразить если босс дал им допустим какой-нибудь дебильный приказ они выполнят так надо они не задаются вопросом зачем они не задаются вопросом как я это сделаю они сядут и будут делать даже если на это потребуется много времени и соответственно если ты не сделал покрыл себя позором но в японии самые частые смерти это самоубийство и коросу смерть от переутомления в корее недалеко в этом плане ушла от японии но корея она все-таки больше европе зированные у них тоже есть их традиции но она более такая наш я говорю про южную сейчас про северную корею молчим а северная корея есть эти вы имеете она конкретно сама не описано но есть в описании персонажей концепт бывшего заключенного концлагеря из северной кореи ну конечно конечно чем можно было ожидать европейцы это как русский россии баба яга достаточно крутой насфера я не говорю что это я меня ящик любого обожаю на самом деле я просто говорю что что еще европее сможет написать северной кореи уже ведь мы на самом деле именно старым стереотипах он много крутится ну по сути да там все в стереотипах посмотри например есть многие мастера которые и игрочки которых я очень сильно не люблю которые судят о клане племени традиции магической и те или например той же дхарме чисто потому что в корнике написано в их стереотипах о других бруха борцуха тремер задрот а саммит обязательно ассасин которая безмолвно стоит в углу и ждет когда сделать по чьей-то шее и мало кто хочет отыгрывать персонажей которые не типичны для их корника например играя у того же антона сычева со мной в катере был бруха журналист чудушный такой паренек в очках и я был гангрелом который этакий был знаешь городской гонщик и вот такие не стереотипные персонажи это очень крутая ситуация то есть и к таким не стереотипным персонажем можно допустим того же тигра дьявола отнести которая не бьет безоружных то есть у него есть его моральный чем его кодекс кодекс чести он прежде чем вступить с кем-то в бой он даст ему катану и только после этого вступить с ними в бой потому что безоружного зашквар бить в то время как какой-нибудь другой тигр дьявол будет радостно разрывать начать части потрошить стереотип стереотип но играть как не стереотип в рамках своей дхармы почему нет прикольно ну в принципе да на самом деле просто новичкам легче играть но есть опытные люди понятно вот новичкам легче играть основные стереотипы но вы больше проникнуться условно атмосфера и клан например или там пути ну по большей части да если ты прям совсем молодим зелен стереотипа могут прийти на помощь но надо сразу понимать то что стереотип это не якорь за него цепляться не надо ты поиграл один раз стереотипом прекрасно начиная придумать что-нибудь новое а вот катаян они же исследуют пути следовательно не больше да вот это именно философский подход до у них развить а как там можно нестандартного отыграть ну вот нестандартного тигра дьявола тебе описал там смотри у них есть так называемые пути и правильно про них упомянул потому что например и за каждым и за каждый из харп закреплен свой путь например путь восток это у нас общение с живыми людьми взаимоотношения жизнь среди смертных взаимодействие с ними а если брать например западный путь я сейчас могу напутать у меня шпаргалки перед собой нет на западный путь это у нас поправьте в комментариях если ошибаюсь это у нас следование путям мертвых у нас уходы за погостами общение с призраками кто центральный путь это чтение за ну да чтение законов слежка за ними в обществе катаянов я такая знаешь мини роль шрифа и за каждым из закат храм закреплена их путь условно закреплен поэтому тебе никто не запрещает играть бьющимся драконом которые очень любят некрофилию он мало общается с людьми он мало общается с мало интегрируется в общество вместо этого он гружается продолжает жрание жрать ян и тусоваться с и не ребятами то есть он по-прежнему гедонист но гедонист он какой-то неправильный в глазах остальных но тем не менее такой персонаж является нетипичным я сейчас точно не подскажу если дашь мне немножко времени и я тебе точно скажу какой путь за что отвечает на это курил я думаю это не последний наш выпуск а ну в принципе можно быть дальнейшим окунуться поглубже слушай можно вообще в принципе вот восточный линейку разобрать и в рамках других линей ну смотри я могу помочь разобрать только вампиров я думаю если я полезу да я думаю если я сейчас полезно рассказывать про хинги кайф когда-то не просто голову откусит может нет ну и соответственно можно еще будет если слушателям понравился антон можно будет попросить его чтобы он подробнее про себя не рассказал если он конечно возьмется их изучать он много раз говорил что он в них не фонтан и вот а вот ты говорил что у нас в целом можно разделить на выпуск на две части в следующей части что мы будем рассказать следующей части можно будет подробно рассказать о географии о том как разные страны отличаются друг от друга какие есть устойка и какие организации в этих странах фигурируют я бы еще наверное третий выпуск добавил и рассказал бы про преисподней прекрасно можно и так поступить чтобы потому что на самом деле вот начали к отначил рассказывать все у меня в голове просто вот из это количество терминов прям голова начала поток новой информации да 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 там ну там же тут особенность просто еще и терминологии специфическая то есть инь-янь вот это вот все там пытаясь разобраться когда даже адракта смотрел ролик я на самом деле в конце ничего не понял там четыре добродетели инь-янь хунь по кто-то берет приоритет одну из добродетелей а кто-то как сороконожки от следует им всем то есть у них у них это баланс называется то есть если меня это спросить что запомнилась ролик я скажу ну все и шуи вот ну я думаю на сегодня можно закончить и в следующий раз мы будем будет более подробно расскажем сейчас так водное было и задумал не последний раз что эйс 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 брин на сервис часто путают из всего что пришел был рад пообщаться да спасибо что пригласил рад был рассказать лично ну что ребят как вам выпуск и принципе пишите комментарии подписывайтесь на бусти это очень важно сейчас и в целом поддерживайте вот людей у человека есть паблик ссылка в описании конечно же будет подписывайтесь и в целом развивайте мир тьмы мир мы прикольная тема и мир тьмы нужна новая свежая кровь а то старики уже совсем наглели всякие свои чаты скрытые создаю что давайте до скорых встреч пока пока